Игорь Михайлович, буквально в эти минуты происходит заседание клуба в Премьер-Лиге. Что вы ждете от этого заседания? Ваш комментарий по ситуации с футбольным клубом Десна? Ну, то, что произошло, происходит с Десной, это бред, это позор нашей федерации. Просто позор. Вы меня поймите правильно, что сегодня по праву команда, болельщики завоевали право участвовать в соревновании. Они боролись, они бились, была радость в этом городе. И вдруг каким-то решением людей, которые просто-напросто, извините меня, ничего не делают, а приходят на свою работу, они своим решением решают в Верес включить вместо этой команды, включить высший дивизион. Так мы сегодня работаем по какому праву сегодня? Командам не надо бороться, мы показываем, что сегодня у нас в футболе не спортивная конкуренция, а заседают чиновники в своих кабинетах. И поэтому протесты болельщика Десны, они абсолютно правильные. Да, есть моменты, что Десна-Чернигов не предоставила тот бюджет, который надо предоставить для существования в высшем дивизионе. Но подождите, дайте возможность людям, может они поправят, может они найдут, дайте 10 дней, дайте 15 дней. У нас до чемпионата еще есть время. Послушайте, то, что сегодня происходит в нашем футболе, это просто беззаконие. Еще раз я хочу сказать, по матчу Полтава, который не был с Ируновым, это было полное беззаконие. Мы играли в Кропивницком, если вы помните, и потеряли вообще все шансы на чемпионство. Мы играли на кочках, но когда вышел Ребров, я ему задал вопрос, Сережа, ну мы могли же инспекторов пригласить. Срочно вы приехали, вы приезжаете за сутки, вы могли выйти на поле. Понимаешь, что на этом поле играть в футбол нельзя, что оно травмоопасное. У нас играет достаточное количество игроков в сборной. И обратиться с соответствующим письмом Федерации футбола. У нас были сутки. То, кто не Ребров на это ответил, то количество болельщиков, которые должны были прийти на стадион, мы знали, что выкуплены почти все билеты, он говорит, это был бы им плевок в лицо. Мы проиграли. И на этом была поставлена точка уже в борьбе за первое место, вы согласитесь. Но мы играли на этом поле. Почему? Потому что если мы не будем играть в таких городах, где люди по праву завоевывают место, то мы никогда не поднимем наш украинский футбол. А кого мы хотим обмануть? Мы хотим искусственно втянуть за уши Верес, потому что они показали, что у них больше бюджета. А потом окажется, что у них вообще ничего нет. У них точно так же нет стадиона, но в Дисне Чернигов, насколько мне известно, стадион реконструируется полным ходом, а там не делается ничего. Все.